Киев сказал нет коммунизму. Годовщина авиакрушения малазийского Боинга, аномальная жара, которая унесла жизни 700 европейцев. Все самое актуальное и интересное смотрите в нашем международном обзоре. Бандитизм, анархия, гражданская война и бедность. Казалось бы, проблемы, с которыми нужно бороться в срочном порядке. Но на Украине, похоже, думают иначе. В первую очередь, надо искоренить в стране коммунизм. В Киевской метро уже кипит работа. Коммунальщики демонтируют всю символику, связанную с эпохой развитого социализма. Спиливают даже бесчисленные пятиконечные звезды на столичных мостах. Что же говорить о музее Великой Отечественной, а точнее о музее истории Украины во Второй мировой? Так он теперь называется. Названием чиновники не ограничились. Изменится даже экспозиция, и, как прогнозируют эксперты, вся правда тех событий. Но для украинцев это не впервой. Прошел ровно год с момента катастрофы малазийского Боинга, сбитого под Донецком. В этом авиакрушении погибли 298 пассажиров из 10 разных государств. Но до сих пор виноватых нет. Голландская страна, которой доверили дело, все больше показывает отсутствие профессионализма и объективности. В районе падения до сих пор остаются обломки самолетов, которые, видимо, не представляют ни малейшей ценности для следствия. Россия сразу же после трагедии предоставила и спутниковые данные, и материалы из Ростовского центра организации воздушного движения. Но и это, судя по всему, лишнее. Наших экспертов и вовсе отстранили от этого дела. В погоне на дорогих авто, выстрелы, взрывы, спецоперации. Все, как в голливудском блокбастере про плохих парней. Только не на экране, а в реальном американском городе на военной базе. Террорист-одиночка напал на здание ВМС. Четверо скончались на месте, трое были ранены. Погиб и сам преступник в перестрелке с полицейскими. За расследование дела взялись ФБР. Там считают это террористическим актом и проверяют связь нападавшего с исламским государством, боевики которого все чаще призывают атаковать военных и полицию. За минувшую неделю от последствий аномальной жары во Франции умерло 700 человек. Со скачком градусов на термометре выросло и число обращений в больницу. Люди, у которых были проблемы со здоровьем, просто не выдержали экстремально высоких температур. На смену горячему циклону из Африки пришел раскаленный воздух из Сахары. В Италии плюс 40 только в тени. На солнце можно расплавиться от 50 градусов. Кондиционеры работают на полную. Из-за этого повсюду перебои с электричеством. Спустя 9 лет и 5 миллиардов километров космическому аппарату «Новые горизонты» удалось приблизиться к Плутону. Астрономы из НАСА опубликовали первые данные и уникальные кадры планеты. Во-первых, у нее есть ледяная полярная шапка, а размеры самого Плутона несколько больше, чем предполагалось раньше. Поэтому теперь он по праву считается самым большим карликом Солнечной системы. Пользователи всемирной паутины уже делают забавные картинки с подписью «Дорогая Земля, спасибо за визит! С любовью, Плутон!»